Следующие риски. Во-первых, в налогообложении чаще всего организации не учитывают это для расходов по налогу на прибыль, а вот в бухгалтерском учете тоже забывают учесть. В шестом ПБУ говорится, что капитальные вложения в арендованные объекты являются также объектом основного средства. И получается, вам приходится в бухгалтерском учете неотделимое улучшение поставить на 0,8 счет, принять на 0,1 и платить за них налог на имущество. Потому что для бухгалтерского учета абсолютно не важно, согласен ваш арендодатель с этими неотделимыми улучшениями или нет. Делаете вы это за свой счет с его согласия или нет. То есть в данной ситуации это все равно объект основного средства. Если вы не будете его оспирсить, например, за счет 91 счета, как некоторые организации делают, и в этом случае не включите в 0,1 счет, вы занесите налоговую базу по налогу на имущество. Уже где-то год назад Минфин об этом напоминал. Но когда вы начнете его амортизировать для бухгалтерского учета, и потом закончится ваш договор аренды, и вы передаете этот объект на остаточную стоимость, начисляет нужно НДС. Потому что считается условно, что если вы его не разобрали, этот объект, то есть неотделимыми улучшениями передаете, значит на остаточную стоимость, как на безвозмездную передачу, нужно начислить НДС. Не забывайте об этом. У вас на самом деле эта ситуация идет в списании. Вот эта остаточная стоимость, она идет на 91 счет. И получается, вы все равно это передаете. Если документально не подтвердить, что вы его разобрали, у вас там образовался, например, бруда мусора. Вот эти вот моменты, они тоже приводят к тому, что мы недосчитываем налоги, а суды тоже к этому относятся не так уж лояльно. То есть они считают, что начислять НДС нужно, и учитывать этот объект тоже нужно, как объект основного средства. Поэтому наиболее такие спорные моменты возникают, когда идут вот эти вот неотделимые улучшения. Значит, конечно, очень часто возникают вопросы по поводу того, что собой представляет само. То есть вот когда мы начинаем, это тоже всегда самый большой риск, когда мы начинаем, допустим, наши основные средства, пусть они находятся у нас на балансе, проводить на нем какие-то расходы. Или ремонты, или реконструкцию, или модернизацию. Дело в том, что вот эта ситуация, она постоянно спорная. То есть говорить о том, что здесь налоговики ориентируются на стоимость, тоже нет, нет критерия стоимости. Наверное, бывает очень дорогостоящий ремонт, а иногда бывает, например, допустим, и реконструкция незначительной стоимости. Но в этом случае нужно было включить стоимость данного объекта. Значит, на сегодня самая оптимальная статья, которой следует пользоваться, это статья 257, пункт 2, где говорится, что первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается на сумму реконструкции, модернизации, достройки и так далее. И там дается характеристика реконструкции, модернизации, когда мы спорим в налоговом учете именно там. Потому что когда мы начинаем с любым налогоплательщикам читать эти фразы, то все встает на свои места. Потому что часто именно и реконструкции, и модернизации именно связаны, например, с изменением технических характеристик, с перепрофилированием объекта, с тем, что у этого объекта увеличивается мощность. И когда мы видим, что, например, те или иные затраты никак не связаны с этим, значит, невольно мы говорим о том, что это никак не расходы на увеличение стоимости, это ремонт. А еще, конечно, самым замечательным документом, который является подтверждением, что организация проводит, например, ремонт, кстати, для цели бухгалтерского и налогового учета, без разницы, какой ремонт сегодня проводится, капитальный или текущий, на собственном или арендованном объекте. То есть вы в любом случае можете даже не думать о том, что будет это текущий или это капитальный ремонт, потому что сегодня и 260-я статья налогового кодекса говорит, что учитывается для цели налогообложения только ремонт и все. То есть без разведения его на текущий и капитальный. Тоже эта ситуация уже сегодня подтверждена. То есть на самом деле это говорит о том, что если вы, получив объект в аренду, то есть если арендодатель на себя не возложил эти обязанности по проведению, в данном случае, капитального ремонта, то они перекладываются на вас. И вы в этом случае будете также поддерживать этот объект. Но даже если он вообще не указал в договоре, на кого возлагаются такие обязанности, а вы для того, чтобы эксплуатировать эти расходы для себя учили, то здесь уже гражданский кодекс ни при чем. Потому что самое главное, мы провели эти расходы для того, чтобы они нам необходимы были, для того, чтобы использовать этот объект, использовать его для получения дохода и так далее. То есть это наши обоснованные затраты, потому что мы их осуществляем на основании договора. Ну так вот, чтобы все-таки подтвердить факт именно наличия ремонта и отличить его от реконструкции и модернизации, когда, например, идет замена чего-то недостаточно, допустим, дорогостоящего, то самый лучший документ это все-таки дефектная ведомость, которую следует составлять. То есть если в данном случае вы, например, укажете в той или иной ведомости, составите акт, например, комиссии, укажете, что, например, на данном объекте есть такие-то нарушения, но они были, то есть в данном случае, например, там была такая-то поломка, это поломка действительно какого-то дорогостоящего, дорогостоящих комплектующих. И затем идет замена этих комплектующих. Или, например, в акте будет написано монтаж такого-то устройства. А у налоговиков сразу возникает вопрос, что это за монтаж. То есть якобы там не было, и вы установили. Значит, основанием ко всему будет являться вот этот акт, вот эта дефектная ведомость, где будет написано, что вот этот объект, допустим, или вот это какое-то оборудование сломалось. Я вот в этом отношении приводила пример, что у нас у одного крупного предприятия, ну как бы унитарного предприятия, есть снегоплавильные такие комнаты большие. И там есть очень дорогостоящие кондиционеры, не кондиционеры, а топительные печи. Эти печи составляют там порядка энного количества миллионов, потому что сами по себе эти печи, сами эти объекты очень большие. Так вот, когда вопрос стал о том, что организация заключила договор о монтаже этой печи, стал вопрос, это что, реконструкция, модернизация данного объекта, потому что там энное количество миллионов стоило эта печь, или это ремонт. И действительно выяснили о том, что это ремонт только тогда, когда выяснили, что на самом деле действительно была эта печь в данном объекте, этот объект принят к учету как единый инвентарный объект, значит, и в результате действительно специалисты составили дефектную ведомость, указав на то, что данная печь пришла в ненадлежащее состояние, то есть и организации нет необходимости ее ремонтировать, а есть смысл ее заменить полностью. И в этом случае монтаж этой печи не привел к изменению каких-либо технических характеристик вот этого снегоплавительного агрегата, и поэтому получилось, что это текущий ремонт. Поэтому нужно все-таки заручаться документами, чтобы эти споры были аргументированы. И самый главный документ это или акт, который проводит комиссия, подтверждающая, что ремонт необходим, или дефектная ведомость, и тем самым как бы вы избежите вот этих споров. Так, это то, что касается вот таких объектов, основных средств. Ну, какие-то есть, конечно, и маленькие ошибочки, но здесь уже это все такое. Далее, если какие-то вопросы будут, я могу, конечно, потому что иду все-таки, стараюсь там немножко сверху. По нематериальным активам? Значит, вы знаете, по нематериальным активам здесь такая ситуация сегодня сложилась спорная. Во-первых, у нас, вот, что основное, значит, во-первых, с прошлого года у нас поменялось 14-е ПБУ. И вот с позиции бухгалтерского человека в 14-м ПБУ нет срока полезного использования 20 лет. Он ушел. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что даже если вы ранее приобретали объекты нематериальных активов, и вы не могли определить срок полезного использования, по ним принимали 20 лет, то сейчас это 14-е ПБУ говорит, что вы теперь должны практически ежегодно, а может быть и по вере необходимости, создавать комиссию у себя в организации. То есть тех специалистов, которые понимают хоть что-то в этих нематериальных активах, в этих объектах интеллектуальной деятельности. И эта комиссия должна определять срок полезного использования, путем нематериальным активам, которые у вас в учете есть. Это независимое, а именно следует... Да, то есть это может быть независимое. То есть все зависит от того, там нет требований о том, чтобы обратились к независимой комиссии. Сейчас этого нет. То есть на самом деле я уже на практике сталкивалась с тем, что вот у меня есть одно предприятие, которое создает там биологические добавки. И у них есть специалисты внутри, которые давно участвовали в создании вот этих объектов, интеллектуальной деятельности, вот этих разработок. И лучше, чем они, что собой представляет данный нематериальный актив, сколько он сегодня стоит на рынке, на самом деле никто не может ответить. Поэтому они практически создали такую комиссию, утвердили ее приказом, и ежегодно на начало года они собираются этой комиссией, смотрят, вот данный нематериальный актив имеет такую оценку, имеет такую... То есть для них, например, они 14-е ПБУ очень удобно приняли, потому что они пересматривают сроки полезного ИСПУ, не только сроки, но и рыночную стоимость по этим объектам. То есть тем самым они, изменяя стоимость нематериального актива, увеличивают валюту баланса, им это удобно. Это делается только в бухгалтерском учете. То есть некий такой фактор, который позволяет, например, увеличить валюту баланса, обращаться в банк, получать кредиты и так далее. Это первый момент, но это ваше право, хотите пересматривать, хотите нет, стоимость этих нематериальных активов. А с другой стороны, все-таки вот на сегодня существенная ошибка является то, что организации не пересмотрели срок полезного использования, и те, кто приняли 20 лет, так его и продолжают начислять. Вы сегодня можете изменить срок полезного использования, например, по тому или иному нематериальному активу. Создали комиссию, и эта комиссия говорит, что данный нематериальный актив, например, рационально использует в течение такого срока. Ведь мы определяем его срок полезного использования в связи с тем, что в течение какого периода он нам экономические выгоды приносит. Причем мы сами этот срок для себя определяем. Это то, что касается бухгалтерского учета. Поэтому в основном вот такая ошибка. И еще, конечно, ошибка касается следующего момента. Она немножко к старому тянется. Вот когда идут какие-либо разработки, особенно эти разработки были связаны с программными продуктами, разработки были связаны с сайтами, с различными.